Новый ледовый дворец спорта на Молодогвардейской строят на месте старого. Он прослужил хоккеистом и фигуристом 41 год. Чтобы современный объект можно было эксплуатировать не меньше, фундамент строят основательно. Будет вбито почти 2500 свай. Уже залито больше 2000 кубометров бетона. Готовность основания почти стопроцентная. Началось возведение стен. Финансирование стройки идет бесперебойно. Сейчас уже потрачено порядка 250 миллионов рублей. В соответствии с государственным контрактом до 4 квартала этого года мы должны завершить монолитное основание и возвести стены под установку перекрытий. Работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Отставаний практически нет. Несмотря на то, что зима была сложная, она практически не повлияла на сроки выполнения работы. Почти 200 строителей возводит дворец спорта с утра до полуночи. В две смены в итоге должен получиться каток в два раза больше прежнего. Общая площадь арены составит более 28 тысяч квадратных метров. Правда, зрительных мест будет всего 5000. Это на 500 мест меньше, чем положено по регламенту соревнований в континентальной хоккейной лиге. Поэтому местная команда ЦСК ВВС не сможет играть в элитном чемпионате Евразии. Не дотягивает новый современный дворец спорта и до стандартов НХЛ. Там вместимость в среднем 16 тысяч человек. Впрочем, внушительная площадь Самарского дворца обоснована многофункциональностью. Кроме соревновательной арены здесь разместятся два спортзала, ледовая площадка для керлинга, отдельная коробка для тренировок хоккеистов и фигуристов. В данный момент вы стоите на будущей ледовой арене. Ну и трибуны, технические помещения, под трибуны. Мы сейчас на несущей части здания стоим. Перед ледом будет технологическая плита. Это уже специалисты, кто будет выполнять. Уже в этом году, кроме фундамента, стены крыши появятся инженерные сети. А первые тренировки и выступления хоккеистов, фигуристов и керлингистов намечены на 2021 год. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Григорий Плешаков.